Мы готовились к второму брифингу. Тема брифинга была продумана на основании тех запросов, которые мы получали из медиа. А что вы делаете, как у вас складывается с родственниками погибших, а что в других странах происходит с родственниками погибших. А когда вернут тела на родину, когда возможно захоронение, какие возможны компенсации, какая позиция у государства по отношению к этому. Мы готовились к вопросам текущего характера. И тут такая неожиданность признания Ирана в том, что они сбили наш самолет. Ну, неожиданно. Потому что все действия иранской стороны, они носили характер замалчивания фактов того, что на самом деле происходит. Только после признания этого началась конструктивная работа, допуск к тем материалам расследования. Но, опять-таки же, по сегодняшний день не до конца. Вот на тот момент, когда мы с вами снимаем, могу сказать, что у нас уверенности в том, что результаты расследования технического, по крайней мере, в Иране подтвердят на 100% версию, которую признался Иран, у меня уверенности нет. Почему-то до сих пор не передаются на расследования третьей стороне, не обязательно Украине, Франции, не передаются черные ящики, несущие самую главную информацию о том, подтверждающую все наши теории. Мы уверены в этом, что они подтвердят нашу модель развития событий. Но говорить об этом, признаваться генералом в содеянном и результаты расследования – это не одно и то же. Нам нужно юридическое подтверждение. И в том, что оно будет однозначно такое, как мы знаем, мы еще пока не уверены. Мы сомневаемся. Пока не будут проведены все действия, которые определены в порядке расследования и будут проведены независимой стороной, у нас есть сомнения. И мы сильно переживаем, что результаты расследования могут быть каким-то образом не отвечать действительности. Поэтому, когда Иран признался, нам стало легче, но мы не обольщались. Мы понимали, что свою правоту нужно дальше отстаивать и настаивать на том, чтобы расследование было доведено до конца с участием независимых членов расследования. Мы знаем, что Канада, Швеция изъявляют желание участвовать в техническом расследовании. И мы очень хотим, чтобы они были иранской стороной допущены к расследованию. А когда иранская сторона передаст нам им, кому-нибудь, в сертифицированную лабораторию, которой у них нет, черные ящики? То есть, когда пройдет расшифровка их, это уже и будут задокументированы результаты расшифровки. Это уже будет считаться одним из элементов конца технического расследования. За техническим расследованием обязательно будет следовать криминальное расследование, которое... техническое расследование определяет, что произошло, а уже криминальное расследование, как, кто виноват, почему. И после этого, конечно, должны быть приняты всем авиационным сообществом, всеми институтами авиации. Меры должны быть приняты, чтобы этого не произошло больше никогда.